Добрый вечер. Меня зовут Илья Винявкин, я редактор сайта фонда Егора Гайдара. И прежде чем мы начнем, я, во-первых, хотел вас благодарить за то, что вы пришли на нашу лекцию, во-вторых, отнять две минуты вашего времени и рассказать о вот этой книге, которую я сейчас держу в руках. Книга эта написана Егором Гайдаром и буквально два дня назад переиздана прекрасным издательством «Корпус». Книга называется «Гибель империи». И, собственно говоря, это название этой книги. И из-за этого названия мы и решили так назвать весь цикл наших лекций. Наверное, подробно говорить о том, про что эта книга, не стоит, потому что она первый раз появилась в 2006 году и с тех пор завоевала репутацию по большому счету обязательного чтения для всех тех, кто интересуется российской историей как 90-х годов, так и вообще 20-го века. Значит, в этой книге Егор Гайдар очень подробно и убедительно, приводя множество документов, показывает, как работала, или вернее, как не работала советская экономика. И как эта не работа советской экономики во многом определила, почему Советский Союз перестал существовать. Более того, что для меня особенно важно, в этой книге Егор Гайдар пишет о том, почему увлечение имперской ностальгии может быть опасно для всех нас в будущем. Книга, как вы понимаете, по большей части посвящена экономике. Про все то, что находится за пределами экономики, то есть о культуре или о советском быте, мы попросили рассказать других спикеров. И в частности, Затяну Никитичную-Толстую, которую я вам с удовольствием представляю. Меня зовут Филипп Дзитко, я главный редактор журнала «Большой город». И мне предстоит какая-то сомнительная роль модератора сегодняшнего вечера. Я не очень понимаю, что это такое. Я очень надеюсь на вашу помощь. А именно, если у вас будут по ходу лекции возникать какие-то вопросы, присылайте их, пожалуйста. Передавайте их, пожалуйста, дамам, которые стоят здесь и здесь. Только огромная просьба писать большими печатными буквами, чтобы не было каких-нибудь недопониманий. Наконец, я передаю слово Татьяне Толстой. Ура! Добрый вечер. Я все-таки не назвала бы это то, что я буду делать лекции, потому что это слишком такой технический формат и, ну, в общем, довольно занудный. Просто как мне представляется сам лекция по поводу молодости, прежней жизни и все прочее. Это не может быть лекции, а могут быть какие-то разрозненные мемуары. Ну, значит, идея, вот насколько я поняла, идея попробовать рассказать людям, которые не помнят тех времен, в которых я жила. Это было, скажем, 50-е, 60-е, 70-е, 80-е, где вот, собственно, вот эта самая Советская империя существовала, ковыляла как-то и в результате вроде бы погибла, хотя это еще вопрос, погибла она или нет. Но погибла в определенном смысле, а в другом она живее всех живых. И хорошо это или плохо, сказать трудно. Но, тем не менее, факт развала Советского Союза, хорошо это или плохо, совершился. Так вот, в чем проблема? Люди моего возраста имеют разные воспоминания. Кто-то хорошо помнит, что было, кто-то помнит пристрастно и даже помнит то, чего не было. Я очень много встречала людей, моих абсолютных ровесников, которые имеют совершенно другой набор воспоминаний. Например, я хорошо помню, сколько получали младшие научные сотрудники университетов, институтов. Сколько я сама получала, когда я работала в редакции, я работала младшим редактором в научной редакции. Это все где-то колебалось вокруг 100 рублей. Для вас 100 рублей, для молодых людей, может быть, ничего не говорит, но, в общем, можно поговорить о том, что такое 100 рублей и что можно было на них приобрести. И вот как-то меня подвозил один левак, шофер, таксист, который оказался моим полным ровесником. Мы с ним разговаривались. У него совершенно странные представления оказались, что вот хорошо жили при советской власти. Там 980 рублей я получал. Я говорю, где же такое вы работали, на каком-то производстве, я не знаю, уже уран добывать 980 рублей. Не, ну я был обычный совершенно инженер. Я говорю, а не врать, обычный инженер получал от 130 и, ну, там до 200, может, как-то он добивал. Если он начальник цеха, то он может быть чуть больше. Да нет, я обычный, я то, я все. Короче говоря, мужик ко всему ноль приписывал. Вот ей богу, он ко всему приписывал ноль. И все его воспоминания, как выяснилось, были мечтой, такой опрокинутой в прошлое. Так что, если вам такое попадется и расскажет вам, как хорошо жилось, например, в Советском Союзе, опираясь на эти сведения, что вы можете поделать? Вы будете думать, вот единственный человек правду сказал, а все остальные нам врут. Или, например, была у нас в школе злословия давно правда. Ну, такая, значит, известная женщина Сажи Умалатова, такая упертая коммунистка. Она нам рассказывала, что при советской власти жила совершенно замечательно, и можно пойти в магазин и купить себе все-все-все при все. Ну, например, ковры. И мы смотрели на нее, в общем, не понимали, это она сошла с ума или просто она так хорошо жила, она была депутатка от Чечни. У нее были талоны, забыл, как называется, то ли 101-я секция ГУМа, то ли 100-я, очень была такая волшебная секция ГУМа, и там никогда не была. В которой вот отоваривали людей по талонам, депутаты получали Верховного Совета, еще какие-то, ну, районные не знаю, но республиканские точно. Там можно было купить сапоги, ковры, ну, что же еще? Да много чего, шубы. Шапки андатровые, да, шапки. Но шапка это было вообще особое дело, потому что когда, когда, это же какие же были годы, а, это были 80-е, то есть еще Советский Союз не развалился, было какое-то узбекское дело. Там один председатель, какой-то крупный, не знаю чего, колхоза, исполком, очень крупный, крупный товарищ, у него было 300 шапок, он их зарыл в землю, ну, потому что надо прятать. Поскольку он это воспринимал как золото своего рода, то ценность надо зарыть 300 шапок. Вот, так просто я хочу сказать, что молодые люди, я становляюсь все старше и старше, я, соответственно, становлюсь окружена все более и более молодыми людьми. То есть они как-то подрастают, просто как ссор какой-то, все новые являются. И вот они все ничего не знают. Это людей моего возраста как бы смешит, иногда раздражает. Ну, чего они понимают? Не понимают, что было и что стало. А кроме того, когда я сижу в интернете и читаю какие-нибудь сайты, например, там, про историю, еще что-то, там бывают интересные фотографии, там бывают интересные какие-то, ну, статьи даже, или какие-то события освещаются, мне дотоле неведомы. Я периодически нападаю на вот ностальгирующих по советской власти. И добро бы просто они вспоминали там молодость, более чистый воздух или более экологическую пищу, чего тоже не было абсолютно. И воздух был грязный, и пища была говно, вот прям скажем. Да еще какое. Но вот они мечтают, и они озлобляются, мечтая, и вот они ненавидят все вокруг, то, что мы видим сейчас, и их это страшно угнетает, туда-туда, вот где девушки белозубые хохотали, а это такие девушки пригнанные для фотосъемок, для постановочных. И вот, значит, к этим девушкам, смотрите, какие здоровые комсомолки. Ну, понятно, приезжает ГДРовский фотограф, ему выводят здоровых девушек с зубами, если где найдут, для того, чтобы они хохотали и брызгали с водой, например. Очень хорошо постановочно для страны ГДР это получается. А на самом деле все было вот как-то не так, все было совсем не так. Но как именно было, тоже вопрос, потому что сказать, что жизнь была какой-то мрачной, тоскливой, и все только смотрели в окно, по которым стекали капли дождя, а с этой стороны по нашим лицам стекали тоже какие-то капли слез, да ничего подобного. Очень хорошо при этом жили. Человек поразительно приспособляющий существо. Были, единственное, что были смехотворные и раздражающие проблемы, которые, ну, были во всех областях жизни. Я уж не говорю, это уже нельзя было поехать за границу. Это почти забудьте, почти забудьте. В 70-е и 80-е поездка за границу была практически невозможной, а очень хотелось. Где-то в конце 70-х даже у многих появились какие-то странные мысли. Просто разговаривая с людьми своего возраста, я стала обращать внимание, появились какие-то странные мысли. Они говорят, а может быть вообще ничего нету? Это теория заговора. Может, Америки никакой нет? А это так нам только говорят. Вот в кино снимают. То есть уже пошло легкое такое сумасшествие. Уже голова стала. Вот. И правда думаешь, ну и Парижа нет, правда. Как может быть, что он был? Он в книжках. Во-первых, он в начале 20-го века весь кончился. Ну и потом, может быть, он вообще как-то вот тихо и прекратился. И только нам показывают разные фильмы. Ну, обратите, что Биберевая, но и момент отъезда так же воспринимался, когда... Когда поехали евреи в 72-м? Да. Что ты прощаешься с человеком навсегда. А это как на смерть уже. Конечно. То есть вообще метафора Америки как страны, где заходит солнце, а стало быть, там страна мертвых, туда уже все похоронены, навсегда уплыл корабль, и, значит, ты никогда человека не увидишь. Он был очень-очень сильный. И связь с людьми, которые уехали, потому что не было же телефонной связи напрямую. Опять-таки, вот кто постарше помнит, а кто молодые, вот сделать такое усилие и представьте себе, что нельзя было сделать международный телефонный звонок. Вот не было такого понятия сделать международный телефонный звонок. Это специальные были вызовы, это надо было получать особый вызов, идти на центральный телеграф, и там по каким-то сложным, какое-то сложно назначенное время тебя могли соединить, а могли и не соединить. На домашний телефон тебе никто бы не позвонил, потому что станция не соединяла, не было соединения. Это соединение появилось после 91-го года. Я в 91-м году сидела в Америку и позвонить домой практически не могла. Я понимала, что что-то происходит. Но связь, она вроде бы уже начала налаживаться, я там в 90-м, по-моему, боюсь наврать, в 89-м, 90-м, первые пошли такие послабления. Но в 91-м ее опять вот зажали. Невозможно было узнать, что происходит. Я даже помню, что в 91-м году ко мне, я была там одна из очень немногих русских в городе Балтимори, ко мне приехали СНН-щики и просили, чтобы я при них изображала волнение и звонки домой. Изображать не было нужды. Я так волновалась и звонила домой. Что там происходит, черт возьми, в августе 91-го года. И они говорят, вы телефон набираете, набираете. Я говорю, что набираете, он не может соединиться. Они не могли понять, что он не может соединиться. Им казалось, что это вот что-то невероятно. Да никогда в жизни он не соединялся. Это все равно, понимаете, что займитесь целоверчением. Но люди умрили, ну какая разница, вы же можете вызвать бабушку. Давайте вертите, вертите стол, сейчас буквы будут бабушкой. Это совершенно было вот это ощущение. Уехал, значит умер. А если посылает письмо, так и в письме ведь ничего не напишешь. Это сложными путями передаются письма. И там все более-менее непрямым текстом. И как известно, иммигранты, которые уехали и очень плохо жили поначалу. Потому что эмигрировал замечательно. Так, а теперь? А язык? А работа? А куда пойдешь? И народ, в общем, жил очень бедно. Вот все наши знакомые иммигранты. И они, соответственно, многие из них, ну чувствовали, что если они будут рассказывать, как они ужасно живут людям, которые остались жить в Советском Союзе, то это будет даже как-то неприлично. Ну что, в Советском Союзе все равно хуже. Они, значит, бедные, голодные, но на свободе. Поэтому была такая даже манера, глупая, но тем не менее, понятная, фотографироваться рядом с чужим автомобилем, прислонившись. Типа, вот я уже здесь и приобрел. Они что-то не приобрел. Живешь там в маленькой комнатке, две семьи. Петя Вайль, покойный, Царствие Небесное, он много смешного рассказывал о том, как они бедствовали. Кто знает, журналисты Вайли и Генис. Генис, слава тебе, Господи, жив. А Вайль, к сожалению, уже не с нами. Много веселых и хороших о ней книг написали и о своих приключениях в эмиграции, и о общей русской культуре, и о общемировой культуре. Они великие путешественники, великие кулинары были. Так Петя Вайль рассказывал, что голод доходил до того, что он воровал в магазинах. Говорит, пошел в белых брюках, украл кусок мяса. И только, говорит, сурнул в карман. Только, выходя через кассу, с таким видом небрежно, посмотрел на себя и думаю, выгляжу как-то странно все же. Мясо потекло через белый карман. Такие вот были вещи, да, вот так было. Однако назад к нашим баранам. Значит, поехать никуда было нельзя. Это отдельный сюжет о том, как ты пытаешься, потому что думаешь, ну, может быть, вот, например, в Болгарию все-таки. Курица не птица, Болгария не заграница, это известно, но все-таки может быть как-то. И пытаешься, значит, купить туристскую путевку. Болгария, ГДР, Чехословакия до 68-го года. После 68-го, вот что-то и накрылось. Пытаешься ты это купить, и ты должен проходить какие-то организации. Там, портком твои институты, например, если ты где-то... В институте работаешь или учишься, если ты студент, по-моему, это безнадежно. Потом какой-то, значит, в райкоме комиссия, еще где-то. Тебя обязательно зарежут на одной из этих стадий, тебе пройти не дадут. При этом ты должен сдать анализ крови, анализ мочи, еще какие-то энцефалограммы. Зачем, неизвестно. Не знаю, зачем. Здесь начинался абсурд. Сидят пенсионеры, вот, ну, как сказать, комиссия. Ты приходишь на эту комиссию, и пенсионеры тебя допрашивают. А каково международное положение в Уганде? Я не знаю, какое. Ужасное. Значит, собственно, поездки приоткрылись. Вот эти поездки за границу существовали между 1956 годом, как это ни странно. Между 1956 годом и 1968. Это была короткая оттепель. После 1968 уже ничего никак. Мне не удалось ни разу в жизни поехать за границу до новых времен. Потому что после 1968 года, ну, после чехословатских событий, все это накрылось медным тазом. А мои старшие сестры, они еще где-то в 1958 году были в Германии и Чехословакии. И казалось, что это, ну, не знаю, полет на Марс. Они тоже проходили комиссии. И вот сестра Катя старшая рассказывала, что ей достался такой вопрос. Какое международное, значит, положение в какой-то стране? Я не знаю, в какой стране. Ну, какой, никто не слыхал. И, значит, поскольку она понятия не имеет, где эта страна находится, и все, она так сделала. Ужасно. Ужасно положение. Ну, девушка сочувствует. Пропустили девушку. Так она обогнает. Вот. Значит, вы за границей забудьте. И какие еще жизненно важные вещи? Это для души за границу поехать. А жизненно важные вещи – это, конечно, жилье, еда, ну, одежда. Да? Жизненно важные вещи. И вот эти три таких столпа, на которых держится жизнь, особенно женская. Потому что, ну, в общем, мужчины в магазин особенно не ходят. У вас в семье ходят? Бывает. Ну, бывает. Но, в общем, он не то сделает в магазине. Это понятно. Вы обещали рассказать, кстати, про списки в магазины. Сейчас, 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 все расскажу. Значит, все ложится на женщину. Я хочу сказать, что вот это мужчины себе все-таки плохо представляют. Все ложится на женщину. Значит, надо купить. Купить надо разумно, по мере возможности, потому что тут еще дети, которых надо кормить. Купить надо с запасом. Купить надо с учетом, мне же готовить, когда пойдут гости. Значит, надо соображать, каким образом из ничего сделать что-то. Как Христос, да? Семь там рыб, пять хлебов, и вот народ сыт. Ну, и все остальное тоже на женщине. Мужчине доверяется только сдать посуду. Ничего не изменилось в этом смысле? Изменился, да, понимаю, но изменился ассортимент. Потому что, например, мужчина, что происходит сейчас с мужчиной на рынке? Я вам скажу, что происходит с мужчиной на рынке. Во-первых, он приносит вот такую морковку. Потому что, видя мужчину, продавщицы там тоже не дуры на рынке, они ему не ходовой товар подсовывают. Потому что, понимаешь, он дует, большое принес, хорошее. Это же хорошая морковка, она большая. Потом он берет, например, овощи, там, картошечки два кило, три обычно, да, просишь. Он берет, не глядя, ему подсовывают гниль. Потом, например, я помню, стою в магазине, и мужик передо мной берет какую-то селедку, и, значит, он уходит, и я говорю тетке, и мне селедку. Она говорит, я говорю, а как же вот вы ему дали? Она говорит, мужчина. То есть то, что у него дома есть женщина, и она эту селедку тоже будет есть, это как-то не учитывается. Но вот поскольку я тут, собрат, сестра, не бери эту селедку. Вот такое у нее было место. Вот есть улица Волхонка в Москве, и она для разных людей ассоциируется с разными вещами. Для одних, например, это там Пушкинский музей, конечно, ТРПР. Для других это Институт философии, допустим. Для третьих там вот в этом Институт философии, в этом здании Пастернак жил один из его адресов. А для меня Волхонка это то место, где поздним ноябрьским вечером в сгущающихся сумерках и заметаемой снежной крупкой шла я с двумя малыми детьми, держа их за рукой, и вдруг вижу, что в магазине дают гречку. И человек-то всего 15 очень, ничего страшного. Это значит на какой-то час постоять. Но самое главное, что ее дают по 2 кило в одни руки. А у нас этих одних рук 3. Значит, 6 кг гречки я сейчас получу. Это же можно зиму перезимовать. На 6 кг гречки. Это неслыханно. Я никогда этого не забуду. Какое счастье, что я волочила двух маленьких детей за руку. А я их волочила как раз в художественный кружок в Пушкинский музей «Пропаден пропадом». Ничего хорошего из этого кружка не вышло. Их отучили рисовать навсегда. Ну, поскольку я их держала за руки, вот они, эти дети, они тоже хотят гречки. И хотя были люди, все стояли, женщины, у них тоже дома маленькие дети, но продевить-то было некого. А я продевила. И эти вещи не забываются никогда. И я никогда не забуду улицу Волхонка и счастье, которое на ней мне открылось. Про жилье вы обещали рассказать? Про жилье. Про жилье. Но сначала я сейчас продолжу про еду, а может, и буду перескакивать. Нет, жилье, да, это просто надо расчехлить новые гусли и начать их перебирать. С едой вот такая была вещь. Значит, были, как они называются, столы заказов. Да, стол заказов. Стол заказов, это было такое место при магазине, где ты мог купить дефицитный продукт, а дефицитным продуктом, например, считалась югославская ветчина, потому что она делалась из мяса, видимо. И она была в таком треугольнике, в треугольных таких концернах, в больших таких концернах. Потом та же гречка, страшный дефицит. Потом растворимый кофе. Почему-то вот он считался лучше и вкуснее. Плохой такой растворимый кофе, советский, но все-таки. И еще там баночка сайра, например. Баночка сайра считалась, прям валюта такая была сайра. Если в соку, если в масло плохо, а если в соку, значит, очень ценная вещь. И вот для того, чтобы это все приобрести, либо, значит, выдавали какие-то праздничные заказы на работе, где ты работал, либо ты покупал в таких столах заказов. Ну, там было, с разумом, победнее в столах заказов, потому что побогаче это стол заказа от организации, например, Союза писателей, куда я тоже проникла, как член семьи писателей, внучка Алексея Толстого, и получила даже два талона на семью. Два. Потому что там одна моя двоюродная сестра сказала, что ей лень стоять, она не будет. Поэтому я брала заказы себе. Вот. И вот ты приходишь в этот самый стол заказов. Вот глаз твой упал на растворимый кофе. Но ты не можешь его просто так купить. Ты в нагрузку к нему, это нагрузка называлась, ты к нему должен приобрести несколько неприятных, траченных мышами, с жучками внутри продуктов. Какую-нибудь крупу, ячневую, например. Я не знаю, что такое ячневая крупа, из чего она делается. Есть это нельзя. Нельзя это есть совершенно. Ну вот ячневая крупа, да. Тогда будет кофе. Ну и думаешь, сколько денег, да как это все. Это довольно частично было. Иногда покупаешь. Если от организации, ну вот тебе действительно получаешь талон, и там более-менее ничего. Я помню, что это в подвалах, всегда в подвалах магазинов, центральных гастрономов, располагались эти самые выдачи заказов. И получив эти талончики от Союза писателей, я ходила и там, по-моему, это раз в месяц можно было привезти продукт. И вот поразительная вещь. Пошла я как-то со своей старшей сестрой Катей, поскольку у нее тоже был такой талончик, она же моя родная сестра, мы все, можно сказать, блатные. У нас девушка была писателем, удачно умер, оставив нас с этими талончиками. Вот мы пошли туда и смотрим шикарный какой-то заказ. Там, не поверите, копченая была осетрина, которой в природе не было, но в заказах она была. Это вот то, что вам сейчас кажется в магазине, это новая жизнь. А тогда не существовало такого. И вот мы смотрим, батюшки, в каждом заказе осетрины, кусок, еще что-то такое. Взяли мы все это. И это все денег стоит, мы за это заплатили. И вот какая-то женщина такая посмотрела на нас, мимо проходившая, смотрела в это окно, а окно почему-то было в самом магазине, в выдаче заказа. И так она как-то посмотрела, с такой завистью в глазах. Такая обычная женщина, усталая. То есть, вот мы сейчас пойдем с этими всеми осетринами, а она только провожает, как голодный ребенок, это взглядом. Нам стало ее так жалко. Мы говорим, а вот вы хотите? Она говорит, да, я бы, конечно, хотела. Мы говорим, слушайте, берите наш заказ, мы вам его продаем, а нам одного хватит. Что мы осетрину-то жрать будем? И, значит, она, да, берите, конечно, да берите, да берите. Ну ладно, иначе достает деньги, и у нас этот заказ покупает. Так продавщица, что поразительно, продавщица, которая из этого окна высунулась, и стала на нас кричать, вы что здесь хулиганите, что вы делаете? Вы как смеете это делать? То есть, это еда талонная, она предназначалась только для особых таких людей, знаете, с белыми крыльями, такими, немножко светится, а всякий такой простой разин, может есть эту еду. И вот она, сейчас милицию позову. Можете ли вы это себе представить? Вот это вот, это невозможно, по-моему, но этот советский сволочизм, вот такие гадины, особенно гадины, которые сидят как бы на сундуках с добром, они встречались довольно часто. И я их встречала в самых разных областях. Вот обычно это были продавцы, особенно продавцы на дефиците. Вот велено вам есть, вы и ешьте, а другим вы не давайте. Или вообще желание унизить какого-нибудь человека несчастного, замученного, усталого, простого. Вот прямо садистки сидели, какие-то, и в концлагере работают, сидели садистки по разным учреждениям. В сберкассах, например, потому что если работать в сберкассе медленно, то люди не успеют до закрытия сберкассы, и, значит, они свои два часа стояли зря, чтобы заплатить. Тоже была такая пытка, и эта пытка применялась с садистками, кассиршами по отношению к нормальным людям. Но с этим тоже можно было бороться. Может, потом расскажу. Жилье. Окей. Два города, которых я знаю, Ленинград и Москва. В Ленинграде все жилье было коммунальное, почти. Даже сейчас там 46% коммунального жилья. Может, стало 40%, но никак не меньше. В Москве вроде сейчас 3%. То есть коммунального жилья здесь почти нет. И вот по сравнению с Ленинградом, Москва оказалась городом просторных квартир, у всех какая-то дрянь, но есть там все эти хрущевы, пятиэтажные дома, она же своя квартира, значит, она уже замечательная. Поэтому коммунальное жилье это вообще особый разговор. Я никогда не жила в коммуналке, но у нас была достаточно большая семья, и это была сама по себе коммуналка. Но все люди, которых я знала, жили в Питере. Я выросла в Питере, там прожила 25 лет первой моей жизни, и коммунальные квартиры это то, куда ты всегда приходишь, когда приходишь в гости, обязательно. Там разные причины этой коммунальности, потому что были огромные квартиры построены в 14-15 году, в 1914-15 году был строительный бум, как раз перед Первой мировой войной и понастроили огромное количество больших, дорогих квартир. Они были кооперативными, у них там было 8 комнат, скажем. И когда все это уплотнили, читаем собачье сердце, то люди жили, значит, ну, семья ком-то, семья ком-то, семья ком-то. А когда, пропуская длинный период, но когда была Вторая мировая война, то Питер был сильно разбомблен, и людям было негде жить, и поэтому они перебирались в те квартиры, которые оставались цельными, стояли. Там, поэтому это самый кризис жилищный, он был особенно сильный. А в Москве этого не было, потому что при Хрущеве было построено довольно много пятиэтажек. То есть уже становилось... Расчищались квартиры, значит, каждый год. И тем не менее, отдельная квартира, это было большое счастье. Люди жили вот семьями. Получить квартиру было вполне себе сложно. Ну, тем не менее, вот вы получали квартиру, пропускаем эту стадию, потому что, чтобы не было занудно. Вот у вас есть какая-то маленькая квартирёночка. У чёрта на рогах. Вам не хочется в чёрт на рогах. Вам хочется в приличном месте. У меня была квартира. То есть, когда у меня родилось двое детей, то, значит, с помощью разных хитрых блатов получили мы трёхкомнатную квартиру. И вообще, ну, это считалось... Ну, прям мы были вот Абрамовичи, прямо скажем. Абрамовичи. Трёхкомнатная квартира в Медведка. 38 метров квадратных площадь квартиры. Это же сколько же, это же заелись просто буржуи. И кухня 8. Это же что-то нечеловеческое. Но далеко. Ну, то, что там стены карандашом можно проткнуть, понятно? То, что забыли заштукатурить, даже кирпич, такой кирпич, это же всё панель, забыли стенку закрыть между нашим сортиром и соседским сортиром. Это понятно. То есть там вот как бы за унитазом дверца такая. Ты открываешь её, и там, в принципе, трубы проходят. Так вместо труб ты видишь чужую квартиру. Поэтому мы слышали истошные вопли соседей. Они кричали на детей. «Сию минуту иди смотреть телевизор!» Кричали родители. И, значит, дети шли. Потому что они мешали жить. Дети должны были уйти и смотреть телевизор. То, что потолки низкие – это не важно. То, что окна вываливаются – это не важно. То, что полы горбалём – это не важно. Хоть не линолеумные, а из плиточки. Ну, в общем, счастье, а не квартира. Но очень хотелось в центр. Я на работу из этой квартиры ходила так. До метро. Не было тогда метро. Это Медведково, но его построили очень нескоро. А надо было выйти из дома, сквозь глину пройти. Потому что там глина прям так текла. Это глинистые такие почвы. В Медведково. Значит, надо было перейти как-то к глину. Сесть на автобус. Доехать до метро ВДНХ. И на метро ВДНХ уже, сделав вид, что ты цивилизованный человек, ехать и на работу. Работа была вот тут, на Кузнецком мосту. В издательстве. Значит, что делалось с утра? С утра, значит, ты вставал, надевал на сапоги вот такие вот пакеты целлофановые. Вот так вот здесь, значит, затыкал. А пакет – это дорогая вещь, что же так не найдешь. И в этих, значит, пакетах вот так через глину ты шел. Значит, так многие делали. И вот, значит, дамы в хороших пальто. Каждый, как мог, конечно же, старался. И таких этих страшных. Залезал в автобус и ехал. А потом уже на ВДНХ все это сдиралось и, значит, выбрасывалось. Ну, каждый район по-своему поступал. Я вспомнила это, когда в 90-х годах видала одну остроумную старуху. Я прямо в ней узнала сестру по остроумности. Она была совсем какая-то обнищавшая. И вот она шла. У нее были какие-то опорки на ногах. А резиновых не было. Она шла через дождь и грязь, сделав себе галоши специальные из такой срезанной вдоль бутылки большой пепси-колы. Она такая разрезала, привязала веревкам. И шла вот так вот старуха. Я думаю, молодец, бабка. И пропадем. Ес! Вот. Хотелось, значит, переехать в центр. И я, пожалуй, ну, лет на 10 посвятила попыткам это сделать. Что там только не было. Для того, чтобы... Ведь нельзя было купить квартиру. Можно было только поменять. Ну, когда-то продавались кооперативные квартиры, ну, это, скажем, там, 50-е годы, а потом все стали большие и умные, и купить кооперативную квартиру стало исключительно непросто. Квартирный вопрос всегда существовал, но сейчас это вопрос денежный, а тогда это был просто вопрос отсутствия площади. Значит, надо было квартиру поменять. Поменять напрямую. Вот где вы найдете идиота, который бросит свою центральную квартиру и поедет жить там, где жила я, в Медведкове. Не найдете такого идиота. Значит, надо найти человека, либо разводящегося, либо иначе несчастного. Вот я меняю на 3-комнатную квартиру на 2 однокомнатных. Эти 2 однокомнатных меняют на тоже однокомнатную в другом районе, плюс комната где-нибудь в Звенигороде, потому что там все равно старуха с ума сошла и не понимает, где она живет. Значит, надо вот это. И вот туда. И цепи выстраивались до 10 пунктов цепи. Значит, эта цепь, вот, называлась цепи. Если эта цепь не поломалась, то ты менялся. Если же кто-то один капризничал, в этой цепи выпадал, то рушилась вся цепь, потому что люди рыдали, несчастья всякие были. Можно было, конечно, приплатить, чтобы все это ускорить и улучшить разным черным маклером, но такие существовали. Но для этого нужны были деньги. А деньги я не очень понимаю, где можно было взять. То есть, если ты, там, певец или, наоборот, поехал на какую-то стройку, да, можно было заработать деньги, но вот так вот тихий интеллигент вроде меня денег никак заработать не мог. Переводами разве что. Там, с английского, к примеру. Так еще пойди заключи с известным договором. Не нужно мы идти к переводу. Зачем они ему? Поэтому вопрос о деньгах как-то отпадал. И вот мысль 10 лет крутилась. Как это все сделать? Ну вот что сделать? Каким образом переехать? И вот моя сестра, все та же, любимая сестра старше, она разузнала мне, что в одном доме на полянке, санитарея не бывает, двухэтажный дом на полянке, у нее самой там было списанное помещение под мастерскую. Она была художником, и она достала себе какое-то списанное под мастерскую. Ну такое, там крыса и туалета нет. Вот такое помещение. А соседняя, значит, квартира, как она узнала, тоже вросшая в землю. Там подбородок, вот такое окно, подбородком лежало на асфальте. Но квартира. Две комнаты списанные, а две еще теплятся. И в них живут два старичка. Старичок и старушка. И вот, значит, старичок лежит парализованный. И ходит под себя. А старушка, его сестра, его очень любит, но мучается и страдает, потому что в доме нет горячей воды. И, значит, она кипятит всякие, значит, кастрюли и котлы, чтобы стирать белье своему брату-старичку, который уже совсем плох, ветеран войны. И вот, значит, мне сестра говорит, смотри, этот старичок рано или поздно умрет. Это неизбежно. И, значит, его сестра, старушка, она всеми говорит, господи, прибрал бы его Господь. Она любит действительно своего брата, но уже нет сил никаких. Им там 75 обоим. Прибрал бы его Господь, я бы квартиру поменяла и себе, значит, однокомнатную какую-то справила. Она говорит, смотри, внимание, если, значит, старичок помрет, у тебя есть шанс. Я говорю, ты сама смотри, потому что ты же там рядом живешь. И вот, значит, смех и грех. Однажды она мне звонит и говорит, все, ура, приезжай. Значит, приезжаем, крышка гроба такая, нарядная, красная, стоит к стенке, прислонен. Вот, старичок умер. Значит, мы пролили фальшивую слезу неизвестным нам старичком, значит, пообнимались со старушкой и сделали переезд. Дошли ей в вариант, долго рассказывать. В общем, короче, старушка была чрезвычайно счастлива. Чрезвычайно счастлива. Вариант, который мы ей нашли, нас самих ужасал, потому что из окна однокомнатной квартиры, 13 метров однокомнатной квартиры для старушки, из окна было видно кладбище, а стены были такие тонкие, что можно было слышать, что один сосед говорит, что говорит второй сосед. И вот как-то было так неудобно предлагать старушке такой вариант. Но оказалось, что старушка ровно этого и хотела. Она обнимала нас и благодарила. Она, значит, оказалась абсолютно глухая, поэтому ей было совершенно все равно, что говорят соседи. Абсолютно. Она мечтала жить окнами на кладбище, поскольку она, значит, вот все ждала, когда ее Господь приберет. Ей приятно было на это все смотреть. Она, да, да, вот только так и никак иначе. У всего, вы знаете, главное найти нужных людей в нужном месте, потому что поверить в это было невозможно. Хорошо. И вот, значит, совершился очень громоздкий и сложный переезд. Я въехала в эту чудовищную квартиру. Пол в ней был наклонный вот так. То есть мы специально вот клали мяч и смотрели, как он укатится туда. Две комнаты были списаны. Все было в дырках и бегали крысы. То есть как ночь выходили крысы. Просто, ну, я с визгом скакивала на стул и швабрами от них отбивалась. Они так вот ощеривались. Было довольно страшно. Мне писали в окно, били ногами, поставили бы решетки, но, знаете, против писания это немножко решетки не спасает. Но я жила в центре. Я своего добилась. Я жила в центре. Я была абсолютно счастлива. Была просторная квартира. Все было замечательно. И вот прошло несколько лет. Я очень была действительно довольна этой жизнью. и все было хорошо. И вот, значит, прошло несколько лет. Я все вспоминала этого старичка, который так удачно умер. И приходит открытка. Приходит открытка от какой-то, ну, не знаю, правкома какого-то, к примеру, какой-то советской организации, обращенной к этому старичку. Дорогой ветеран, такой-то, Михаил Никитич, его звали, подошла ваша очередь на стиральную машину «Фея». Вы можете получить эту машину там в таком-то месяце, такого-то дня и все просто. И я подумала, бляха-муха. Вот ветеран, вот он был молодой, вот он воевал, вот он прошел всю войну, вот у него там, не знаю, контузило его, а потом к старости парализовало. Вот он выжил из ума. Вот он последние 10 лет лежал и какал под себя, буквально под себя. И его несчастная сестра, которая, значит, любя его, не сдавала его в какой-нибудь там дом презрения, а каждый день стирала, кипятила это белье, потому что в этом жутком доме не было ни газовой колонки, ничего. И вот он умер, вот так вот неизвестно, значит, всеми забытой, кроме этой, такой несчастной старушки, своей сестры. Прошло лет 5. И вот фея, блядь, явилась к нему, наконец, советская фея. Здравствуй, ветеран! Вот это жилье при советской власти. Просто пример. Как я эту квартиру ремонтировала, это тоже отдельный разговор, потому что там же жить было нельзя, ее надо было ремонтировать. В двух словах. Ремонтировал я вот так. Стала разузнавать, сколько стоит такую квартиру привезти, ну, немножечко в приличный вид, немножечко выровнять эти полы, там, значит, надо поднять эти лаги, такие бревно, лага, это бревно, которое проходит сквозь всю квартиру, значит, держит вот этот, двухэтажный дом. Значит, надо было поднять эту лагу, разобрать все это, может быть, постелить какой-то паркет вместо досок, и бобелка там, то все. Значит, государственное учреждение мне насчитало такую сумму, я сейчас не помню, какую, ну, условно говоря, я получаю 100 рублей, муж получает 130 рублей, а насчитали мне 6 тысяч, вот это все сделать. Ну, как? На панели идти, что ли, в рабство, непонятно. Значит, мне говорят, не, надо, ну, этих участников, найти участников. Я говорю, ну, а куда идти, я не знаю, кто, помогите мне, а где эти участники? Вот, нашли мне каких-то участников, такая лихая бригада, пьяная-пьяная. Значит, у них, они все время говорили, это Лермонтов сделает, ну, Лермонтова надо спросить, Лермонтова отвечает. Я думаю, странно, обычно говорят, это Пушкин ответит. Ну, есть такая поговорка, а у этих почему-то Лермонтов, какие-то интересные люди, такие продвинутые, оказалось, правда, был у них начальник Лермонтова, действительно. Вот так вышло, я никогда, я в жизни не встречала Лермонтова, а вот он в прорабах ходил. Вот, и, значит, этот самый Лермонтов, значит, эта бригада, ну, вы достаньте там, достаньте и плитку, достаньте и обои, все это я сделал, все было по первому классу. И вот, значит, сейчас поедем за плиткой, за обоями. Я говорю, а куда мы поедем? Они, увидишь, в 5 утра, будь готова. Ну, в 5 утра наступилось, я готова. Они за мной заезжают, на какой-то газели. Поехали. А вот, лето, воскресенье, знаете, тихая Москва, никого, чудно. Машины уже прошли, все полили, туда поливали, это грязи не было, как сегодня. Тишина такая, всякие липы-то поля. Они, сейчас увидишь, куда-то, в центре, значит, здесь, где-то на Мясницкой, подъезжают к какому-то, открывают там, какие-то ворота, заходят там куда-то, потом какой-то складик. Они, вот, смотри, выбирай, там, где-то, какая-то плитка лежит. Вот, сетка, какая-то, сетка, ну, знаете, я говорю, я не знаю, вот, вы мне скажите. Ну, а что, берем, какой-то роллон сетки, потом еще, еще что-то, набрали кучу, сколько большое. Вот, давай, тащи, помогай. Я тащу, помогаешь. Потом я говорю, а вот это, это что, это где мы? Они говорят, да это склад военной прокуратуры, блин. Мы ограбили военную прокуратуру. Я клянусь, московскую военную прокуратуру. Пока прокуроры не пришли на работу, ну, воскресенье надо. Вот как происходили частные эти самые вещи. Ну, и я даже гордилась. Оказалось, это очень просто и приятно. Грабить. И, конечно, это пикантно, ограбить прокуратуру. Бригады Лермонтовой и Толстой ограбили прокуратуру. Да, литературная такая бригада. Я хотел сейчас вот что-то просить. При этом эти удивительные квартиры были центром жизни, потому что больше нигде, собственно говоря, собираться возможности не было. И это отдельный сюжет. Не было площадок никаких, в принципе, где еще можно, в сквере можно собраться, в шахматы сыграть? Или дома, все остальное? На складе прокуратуры. Если я правильно понимаю, то есть мы недавно делали огромный номер, в большом городе, про вот эту культуру московских кухонь со своими законами, своим языком. При этом они все, хотя это была какая-то единая культура, насколько я понимаю, тем не менее, внутри были свои довольно существенные расхождения. Так? Ну, наверное, я не знаю просто. Я думаю, я думаю, что, во-первых, эти расхождения, там были разные тренды и разные моды. То есть, одно дело, что, например, кухня 60-х, другое дело, кухня 70-х и третья кухня 80-х. Обсуждались разные вещи. Это были вещи и формы совершенно разные. В 60-х это были более спортивные кухни. Тогда вообще люди увлекались альпинизмом и лыжами. Или байдарку разбирают. Представьте, небольшая квартира, значит, одна комната проходная, другая, значит, дальняя. Вот они байдарку разложат и смотрят, она течет или не течет. Под нее тазик подставляют. И если жена не так же увлечена этим идиотизмом, как муж, то она разводится с ним рано или поздно. Приехали его спортивные друзья. Крепкие такие, вонючие. И куда-то, значит, на север. Очень полагалось любить север, туман, какие-то деревья, вот эти самые, водопады. Потом же на байдарке вот шхеры, если под Питером, скалы всякие. Это вот полагалось. А в 70-е нет, уже пошла какая-то идеология, вот это кто уехал, кто не уехал, кто какие-то подпольную литературу достал, прочел, что написано. Вот уже пошло такое. А в 80-е все уже все поняли, что мы здесь вот так вот сидим. И все уже просто вслух всех кляли. Только вот после того, как пришел Горбачев, немножко глаза открылись. Весело стало до невозможности. Лучшее время. Лучшее. Извините, у меня там племянник три года, я помню, на даче все сидят, телевизор смотрят. Все так. Там сирень, я не знаю, пионы цветут. Все, я им наплевать, все смотрят телевизор. И входят маленькие, трехлетние. Кого еще сняли? Всех сняли. Каждый, какого-то и такого-то. Хорош был я. Вот эта разница, разница между десятилетиями, она как чувствовалась? Закончили 60-е, начались 70-е. Это же не календарная история. В 68-м, по моим ощущениям, закончились 60-е. Я бы сказала так, что я смутно помню там первую половину 50-х, лучше вторую, и помню какой-то вот перелом, который случился между 50-ми и 60-ми. Я его помню, знаете как? Я его помню, потому что в школе, я пришла в школу и увидела в каком-то году, может быть это был 60-й год, может еще что-то, что учителя абсолютно поменяли стилистику. То есть до этого у нас завуч была мерзительная, жуткая тетка, которая только орала, орала, орала на всех. Она была в таком, знаете, в синем, таком казенном, как бы, платье, как преподавательницы Смольного института по описаниям, по воспоминаниям смолянок, такие страшные, закованные в такую синюю броню. И у нее были волосы, корзиночки, корзиночки заплетено, то, что можно видеть вот на фотографиях в огоньке 50-х. И вдруг, значит, мы приходим в школу где-то там, не знаю, в 60-м, скажем, у них всех уже бабет, и все дела, и они иначе разговаривают. Что с ними случилось, я до сих пор не знаю. Вот они ну не орут на всех всегда, надсаживаясь, а как-то более спокойно говорят. Я не знаю, что им велели быть другими. Вот для меня это было водораздел между 50-ми и 60-ми. А в 68-м году начали закручивать все возможные гайки, которые временно были отпущены. То есть прекратились, например, до 68-го были в спецшколах английских, а я, значит, в такую спецшколу поступила к 8-му классу. Я знала, что в этой спецшколе ученики старших классов на две недели в году ездят в Англию, потому что они английский язык изучают. А там кто-то изучает французский и также едут по такому обмену во Францию. Так вот, это после 68-го закрыли. Никто никуда уже не едет. И не ехали все сплошь вот все 70-ти. Ну, до 86-го. Все было нельзя. На все было нет. Все было завинчено и закручено. Отдельный сюжет охоты за тем, чего нет. за книжками, за музыкой. Как это происходило? Один пример. Одежды нет, так? Нет, одежды нет. Одежду можно достать либо у спекулянток. Была целая, значит, такая порода спекулянтки. Как спекулянтки работали? А как они выглядели еще? Да, обычно, вот как я. Люди как люди. Это были такие рисковые торговые работники, которые входили в преступный сковор с работниками торговой базы. Насколько я знаю, в Питере, видимо, в других местах, понимаете, все, почему воры нам милее, чем кровопийцы? Потому что кровопийцы прекращают жизнь, они ее убивают, а воры ее все же двигают. Это поразительная вещь. Торговля есть воровство как бы, ну, по большому какому-то счету, потому что ты обязательно набавляешь цену, ты обязательно ставишь какие-то условия, твоя цель отдать какую-то вещь не в соответствии с ее ценой. Но это жизнь, вот она так устроена. И вот смотрите, значит, если бы не существовало повального воровства в Советском Союзе, ну, просто это воровство и по объему было меньше, чем сейчас, и по возможностям. Но тем не менее, если бы не это повальное воровство, я не знаю, мы бы ходили, ну, я не скажу, в звериных шкурах, в звери-то где взять, ну, кошек бы убивали. Но вот существуют торговые базы, и, значит, с этой есть торговая база, на эту торговую базу поступают товары. Как там устроена эта экономика, это вот надо книгу Егора Тимуровича смотреть, не знаю, поступают товары. Значит, эти товары продаются иностранцам и владельцам талонов, специальных талонов, через магазины «Березка», а также с черного хода спекулянткам. Значит, начальник торговой базы очевидно этим спекулянткам дает возможность разнести эти самые товары, чтобы приобрести живые деньги. Не через магазин, но левые. Вот это волшебное слово «Березка», я помню, с детства. А вы были «Березки», нет? Я не был, родители были, это был всегда праздник, когда они возвращались. Расскажите про нее. Да вы бы сейчас даже и не заметили, что это. Это магазин, в котором, в отличие от всех советских магазинов, есть обувь. Правда, есть. Есть несколько видов пальто, несколько видов, скажем, кофточек, рубашек мужских, брюк, наверное. Это, значит, вот одежда. Потом даже книги есть и еда. Ну, не больше, чем, ну, я вам скажу, что, по сравнению с этим, магазин перекресток, это пещера Али Бабы, просто. Перекресток с переклеенными этими самыми сроками истечения ценности товаров, вообще всей этой гнилию. Пещера Али Бабы. Там лежали самые обычные вещи, но просто они больше нигде не лежали. Бедность этих березок я вам даже не знаю, как описать. Ну, шоколадные конфеты, ну, вот эта самая семга нарезанная и заклеенная. Понимаете? Вы не заметите это. В магазинах не было семги, в магазинах не было шоколадных конфет. В магазине совком вот так вот можно было взвесить карамель-подушечка с повидлом. Очень страшная. И рис кис-кис был. Тянучка сливочная, она пропала где-то к 70-м. Пряники тульские были всегда. Да, пряники тульские. Помадка, нет, сливочная помадка была в заказах. Это была дорогая вещь. Там она вся белая такая была, и иногда один ряд вдруг коричневым выкладывали, кофейная помадка. Ну, это... Смотрите, значит, я немножко вернусь к заказам. но не уйду от воровства. Значит, поскольку, поскольку ничего нет. Поскольку ничего нет. Значит, бог с ним, даже с одеждой. Хотя, иногда и не бог с ней. Вот я вышла замуж в 74-м году, и хотели мы поехать в Крым. полмай, я обнаружила, что в продаже вообще нет обуви. Ну, есть валенки там какие-то, или мужские полуботинки, но мне вообще в Крым. И, значит, босоножек нет. Ну, просто вот нет и нет. У вас совсем никаких нет. Но и ткани особенно нет. Либо, значит, чудовищные дороговизны какие-то, значит, крепдышины. Ну, типа, всю за оплату, вот возьми и отдай. Либо сукно. Опять же, из сукна и дыра по странам нашить там летнее платье. Ковры еще. Нет, ковров нет. Что, ковры не продавались советской власти? как, по мнению той самой вашей гости? Это по мнению, но ковры в советское время нельзя было купить. Если вы записались в какой-нибудь пассаже на три года и приходите отмечаться каждый месяц, то через три года шанс есть, если только они эту всю пирамиду не обрушат. Ну, так, ковры нет. Их можно было выиграть в лотерею, их распределяли по учреждениям. Вот. Значит, босоножек нет. Я помню, что это был 74-й год, еще были живы те, кто бедствовал и голодал в 19-м. Я, значит, стала разузнавать мне какую-нибудь старуху, говорю, надеть мне какую-нибудь старуху, которая, значит, тоже была без сандалий в 19-м, потому что, может, она еще помнит, как из веревок плести. Мне такую старуху нашли. И старуха сказала, что она, в общем, даже может показать, как они это делали. Но проблема в том, что не было веревки в магазине. Я в каких-то опорках поехала страшных, а ведь, можно сказать, только что замуж вышла, хотела так. Вот. И, ну, мы там гуляли, конечно, как-то бели. В общем, там надо было раздеваться, в основном, а не одеваться. Но, тем не менее, иногда ходили в горы гулять. И, значит, подбивалась какая-то компания. Вот, у нас была одна женщина, которая почему-то была в таком розовом плаще летнем. Я говорю, а что она так это, что она в плаще? Они говорят, одежды нет у них. Ну, нормально, интеллигентная женщина, но нет одежды. Зимний костюм есть, а летний вот нету. Вот не продавался. Поэтому нужно было, значит, вот спекулянтка, спекулянтка. Спекулянтские вещи были дорогие. Они были, да, но они были дорогие. То есть, это все было вопрос денег. А так, спекулянтка с ней созванивались, значит, она приходила, все приносила. Это один путь. А второй путь – шить нельзя было. Тоже это запрещалось, потому что это частник, да, и, значит, там даже нельзя было самообложиться налогом. Просто нельзя и все это делать. Это подсудное дело. Поэтому, когда они шили, все же на машинках, они радио включали или музыку ставили, чтобы соседи не слышали. Это известное дело. Ну, все равно все шили, естественно. Обязательно. Конечно. Вот. Значит, хотел я про остроумное воровство. Значит, вот, скажем, стол заказа, все эти пищевые заказы. Как-то раз мой отец шел по улице и видишь, что перед ним идет мужик, который так много так вот на пальцы набрал, значит, этих полиэтиленовых пакетов полупрозрачных. И в них видно, что вот чай со слоном, вот кофе растворимый, еще какие-то хорошие вещи. И мужик так это идет не спеша. И отец ему говорит, а, извините, а где вот вы это взяли? А тот говорит, да понимаете, на службе давали, значит, я хапнул, перейду и думаю, зачем мне столько этого, еще жена скажет, что накупила? Отец говорит, а, только вам не нужно, я могу взять вас. Да, ну я не знаю, ну берите. Отец обрадовался и купил у него две этих, два пакета, приходит домой, открывает. Чай открыли, там резаная бумага, кофе открыли, там песок какой-то. Значит, еще были банки каких-то консервов, которые было наклеено, бумажка, что мясо, а внутри был перец фаршированный, болгарский, тошнотворный. Вот такое было воровство, наживца, что называется. И шел этот мужик с пакетами и знал, что его будут спрашивать. Все было актерство, высший проб. Потом был известный случай, в Москве, это уже такой крупный пилотаж воровства. Мне, девочка одна на работе, которая со мной работала, говорила, что это вот не слух, что такое было происшествие, что все про него говорили, а что это точно, потому что там у нее, не знаю, там мать или родственница какая-то работала в прокуратуре и подтвердила, что действительно такое дело было. А именно, значит, вот здесь, на Лубянке, вот в переходе, под, сейчас скажу, да, здесь самый большой был переход. В общем, здесь в переходе подземном там всегда были какие-то ларьки и магазины со всякой дряни. И вот, значит, там вдруг выездная торговля из ГУМа. Значит, ставится прилавок, ставится кассовый аппарат, ставится две недовольные продавщицы, такие раздраженные, чтобы было похоже на настоящий. И вешается образец дубленка, мечта всякого советского человека. И, значит, вот они продают дубленку. Причем здесь они деньги берут, они здесь берут деньги, выписывают чек. А с этим чеком ты должен идти в ГУМ и там в какой-то секции, значит, там 545, пока найдешь, ты получаешь дубленку. И народу, что всех поразило, народу с суммой на целую дубленку оказалось много. Значит, они быстро покупали, значит, там человек 20 или 25. После чего сказали, все, дубленки кончились. Народ, ну как, а мы, а я вот женщина, вот только мне. Нет. Все. Свернули аппарат и ушли. Когда люди дошли, первый дошел до ГУМа, обнаружил, что там такой секции нет и добежал назад, уже порог не был. Такие были крупные вещи. Много вопросов. Спасибо большое за крупный шрифт. За крупный шрифт. Есть вопрос, уточняющий, в каком году была история с гречкой. Просто он короткий, быстрый. В каком году? Сейчас скажу. Сейчас посчитаю. Детям примерно. Восьмидесятые. Восьмидесятые плюс-минус полгода. Есть несколько вопросов, которые можно объединить одним. Что было хорошего? А также в него входит вопрос про то, что какие были развлечения у молодежи и просьба рассказать о советском общепитии, кафе, ресторанах, точках? Я не знаю, какие были у молодежи развлечения. Какие вот бывают? Давайте сообразим. Ну, не знаю. Собирались, хохотали, играли на гитаре. Танцы. Танцы были. Я помню танцы. Да, были в какие-то ДК имени кого-нибудь. Были танцы. Были. Мне это было неинтересно. Спорт, по-моему, это мучительство, а не развлечение. Это я не понимаю. Еще чего бывает? Значит, долой все вот это, игры, все техники. Кино и театр. Загород, загород, электричка. Электричка, это развлечение? Живье, можно вопрос? Можно, можно. Живье, можно? Я хочу спросить. Я с того, с вами вас не слушал. Мне было очень интересно. Я, наверное, с того, что вас я могу вам все это писать. У меня вот такой вопрос. Вы под книгой Егор Гайдара и Григорьев. Вот как вы относитесь к тому, что отец Гайдара был военным дипломатом в Советском. Сам Гайдар был вредколлегии коммунистской и правды. И после 20 лет в ремонт Гайдара сегодня у нас 4 тонн миллиона бомжей. Сегодня зарплата по стране. Где у нас были? 5-7. Вас поняла. А вас что-то удивляет в этом вот российском таком хороводе? По-моему, совершенно нормальная российская жизнь. Так можно взять любого за отправную точку. Вы говорите после столько-то лет Гайдарских реформ. Да не после этого. А после всего того, что было сделано с Россией, начиная с прихода татар. И дальше, 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 если посмотреть все эти реформы. Подождите, нет. Посмотреть все эти реформы, они все куда-то в одну сторону Россию двигали, а все остальное разрушали. Говорить о том, что сейчас там 4 миллиона бомжей, а сколько народу, коллег, бомжей и так называемых инвалидов-самоваров было после войны Великой Отечественной? И как люди жили? Сколько после лагерей? Погодите. Сколько после лагерей было? Да, можно. Отлично ответ. Сравнивать можно. Глубина вашего метафизического падения? Нет, какой. Это уж очень вы умно завернули. Если глубина падения, это я понимаю, но глубина метафизического падения, это же как бы вне вертикали падения. Это даже как-то красиво. Там же надо парить, если в метафизике. Нет. Вот здесь вопрос про то же самое на самом деле. Друзья, давайте по очереди, а лучше пишите записки. Тем более, что если вы говорите какие-то гадости, то лучше вставайте. Это не вопросы. Мне просто кажется, что бессмысленно. Я очень хорошо понимаю, приятно, сидя в аудитории и накачавшись, значит, гневом против вообще жизни, вот как все плохо вокруг. Вот там, например, где-то сидят олигархи. Прямо при этой мысли, прям, ну черт возьми, как моя личная жизнь становится ужасно даже в первый весенний день. Плюс 20, между прочим. Вот я прям прихожу и весь он прям как прыщ воспалился. И как приятно в аудитории крикнуть об этом, что спрашивает меня об этом, почему олигарх? Да я не знаю, почему вообще люди вот такие, а не другие, прямоходящие, они на четвереньках. Как бы было удобнее ходить действительно всем на четвереньках. Но они почему-то ведутся иначе. Это же выкрик, а не вопрос. Поэтому я понимаю, что вы получаете от этого удовольствия. Но вот такое удовольствие и мы, например, получали в советское время, потому что при мысли, что сидит, например, там, ну не знаю, председатель, председатель, даже никакой председатель, член Верховного Совета с их распределителями, где еда не такая, как получали мы, блатники паршивые, а где были огурчики из специальных парников, без нитратов выращенные, и где там, например, апельсины были. Они, апельсины, казалось, ну апельсин. Нет, они отличались. Вот такой был профессор Стеблин Каменский в Ленинградском университете. Так вообще говоря, гений и великий человек. Жил неплохо. Значит, и однажды к нему какая-то пришла там дама с ребенком, а дама была какая-то обкомовская. Я не помню, по какому она поводу пришла, но, короче говоря, она почему-то пришла к нему домой. Что-то там надо было ей зачем-то. И у нее, значит, ребенок лет там 12 был. Ну и, значит, профессор там на столе какую-то чашечку кофе, поставил и, значит, апельсин. И вот, значит, мальчик этот к апельсину руку протянул, а мать ему так раз по руке. Не трогай, это общесетевые. Потому что они ели только особенное. Вот, так что, понимаете, вот вы можете кричать, возмущаться, говорить, что у Гайдара девушка не такой, у меня девушка еще почище Гайдаровского. Я вам такое расскажу про своих предков. Боже мой! У меня, можно сказать, у меня общий предок, вот, который меня объединяет, например, с Ольвом Толстым, который, наверное, вам, крику, нам все-таки нравится, потому что он ел рисовые котлетки и не обидел даже, даже муху в поздние годы. Так вот, у меня и у этого достойного человека общий предок, кровавый тиран Петр Андреевич Толстой, который лично для Петра Первого вывез царевич Алексея из Италии, после чего они в четыре руки с Петром его замучили, царевич Алексея. И царевич Алексей проклял семейство Толстых до двадцатого колена. Вот я проклятый и перед вами сижу. Много интересного бывает с дедушками, прадедушками и так далее. Совок бессмертен, одно могу сказать. Что такое совок? Ну, попробую в конце как-то сформулировать. Сейчас, да. Ну, понимаете, в чем дело? Это все имеет отношение к совковости. Вот такой вопрос. Как вы воспитывали Артемия, чтобы он не вырос совком? Да никто его не воспитывал, может, думаю. Жили, жили, они воспитывали и не обсуждали это дело. Или, да, это куда же делся совок, когда исчез СССР? Да никуда совок не делся. Совок никуда не делся, потому что, если вот не бросаться словами, а подумать о том, что вы вкладываете в понятие совок, когда задаете вопрос. Где совок? Куда совок? Кого совок? Вот, мелочи, спокойно, берем дефиниции и пробуем посмотреть, что мы в них вкладываем. Одни люди совковостью называют узость мировоззрения любого. Такая тупая, мещанская, или кто хочет, крестьянская, или кто хочет, мракобесная, или кто хочет, охотно-арядская, какое угодно. Выбирайте любое консервативное, вязкое, возможно, эпилептоидное мышление. Пожалуйста, выбирайте и разбирайте его, что это такое. Вот, когда люди, например, засирают лестничную площадку, потому что считают, что их мир кончается внутри квартиры, а снаружи чужой враждебный мир, и туда надо выбрасывать кал и прочие помои. Это интересное вообще такое культурное явление не в смысле, что культура, если понимать, не как какие-то высокие отношения, высокие отношения, а в том смысле, как понимать вообще устройство вот человеческого бытия, бытования. Существует такая культура, ну, это идет от животных, собака тоже за собой закапывает, но небрежно, да, никто из животных не старается, особенно закапывает свои испражнения, а у человека, у него разные культуры человеческие, по-разному к этому относятся. Существует невероятная чистота телесная и отношение к этому, потому что одни понимают это, скажем, что наше тело это там божий сосуд, и поэтому мы должны сохранять его в страшной чистоте. Другие из каких-то других соображений есть чистые культуры, есть не очень чистые культуры, и вот, скажем, в этом отношении, в санитарном отношении, в отношении уважения к другому человеку, совок, это очень нечистая культура, эгоистическая, грязная, замкнутая и видящая в соседе врага. Вообще неуважение к человеческой личности, которая встречается и во многих странах, во многих культурах, но у нас она довольно сильно здесь сконцентрированная и отнесена к понятию совка. Некоторые просто обзывают совком ужасно дурной вкус в одежде, можно и так смотреть, но над этим смеяться легко, приятно, и вы всегда можете найти пищу для этого смеха в интернете, например, украинский гламур, кто видел украинский гламур, не забудет никогда. То есть совок это очень разные вещи, совок это не что-то ужасное, это просто способ обозвать дурак, совок, кретин, козел, ведь если вы говорите человеку козел, а говорить надо только с определенной интонацией, вы не можете сказать козел, козел, если смотрят футбол, обязательно, козлы, вы же все знаете, как это делается, но они же не козлы, так надо кричать, козлы, чтобы легче все эмоции выражать, точно так же козлы относятся обзывания совок, не надо из этого делать больше. В предложении того, что вы говорите, как можно исправить сложившуюся ностальгией по СССР и необходимо ли это? Исправлять ностальгией по СССР? Ну, как выяснилось, во-первых, ты никому не можешь запретить ничего думать, никакие ностальгии испытывать, у человека есть потребность в ностальгических ощущениях, есть такая потребность, она совершенно реальна. одни люди, например, толкинисты, надевают на себя какие-то одежды, едут в леса, устраивают там какие-то сходки. Это ностальгия почему? По стране хоббитов? Если человек ностальгирует по СССР в том смысле, что он хотел бы вокруг себя создать ту же романтическую чистоту, которую он приписывает СССРу, исполать, но просто это немножко неправда, немножко даже глупо. Так, я хочу вот это самое, сейчас вот это я отвечу. А, нет, не буду отвечать. Вопросы, почему так? Ну, я хочу сказать, ну, что я могу сказать? Ничего не было, даже книжки были в дефиците, но читали, а нынче все имеем, но не читает народ какие тиражи у классиков. Почему так? У меня нет ответа на вопрос, почему так? А насчет того, какие были тиражи раньше, это даже вы себе не представляете. В чем разница между школой, в которой учились вы, ваш сын и ваши внуки? Я не знаю, особенно, потому что я не следила за тем, как, что происходит со школой, в которой учатся внуки, чему их там учат и как. Я это знаю плохо. Школы разные. Я училась тоже в двух разных школах. Одна была вполне себе ужасная, другая была очень хорошая. Это зависело не от времени, когда я училась, от состава учителей, вообще от уровня этих людей. По-моему, сейчас происходит то же самое. Есть школы хорошие, а есть ужасные. Но я просто больше об этом не знаю, поэтому мне трудно сказать. есть основное, что было очень сильно в советское время, это вот именно неуважение к личности другого человека. Наверное, сейчас это тоже и в школах присутствует, но в нашей школе это было довольно заметно. Я училась не в самое плохое время, что это было вот теперь. Вот что до того было, говорят, что было ужасненько. Откуда вы брали полиэтиленовые пакеты? В то время они, кажется, были на вес золота. Нет, они были не на вес золота, они в мое время стоили 3 копейки, если не ошибаюсь. Цена же менялась все время, там было и 3 копейки, и 10, и так далее. И вот такой был автор литературной газеты Анатолий Рубинов. У него книжка вышла, очень интересная книжка, я забыл, как она называется, но можно найти по фамилии, кому интересно. Он очень подробно описывает вот именно быт советский. И он подробно описывает там, в частности, и пакетики. Я не знаю, пошла ли статья о пакетиках именно в книгу, которую я читала, не помню. Но хорошо помню эту статью. Там шла речь о том, что это чудовищный грабеж населения, потому что этот пакет, не знаю, стоит 1 миллион копейки, а нам продают по 3 копейки. Это способ вот тогда государства откачивать у населения деньги с помощью этих пакетиков. Пакетики были, но вы их должны были покупать. А поскольку вы не хотели платить 3 копейки, вот прикиньте, если у вас зарплата 100 рублей, это все. Сапоги стоят 60, импортные, которые можно носить. Значит, вот если зарплата 100 рублей, ну я на руки получал 98, там как-то 103 у меня был этот оклад, на руки 98. Остальное ушло в налог. Ну, да, сапоги нужны, их купить можно. А дальше ты живешь, как хочешь, ты выкручиваешься. Поэтому, понимаете, 3 копейки, туда 3 копейки, сюда 3 копейки, это, в общем, довольно ощутимая вещь. Поэтому пакетики стирали и сушили, вешали над газом, они так шевелились. Их снова использовали много раз. Но люди и сейчас так делают, потому что одно время пакеты, скажем, в том же магазине перекресток, не к ночи будет помянутого, давали даром. А потом тут какой-то был кризис очередной, и раз, и они стали стоить 3 рубля. Обратите внимание, ничего не меняется, 3 рубля. А сейчас в некоторых магазинах норовят и по 10 вам продать пакет. То есть это те же копейки, которые были в советское время. Брали вот оттуда. А иностранный пакет, на котором что-нибудь напечатано, он действительно стоил не на вес золота, но, в общем, его можно было зарывать, как эти шапки узбекские в землю. Так. Насколько различаются жизненные ценности в период вашей молодости и жизненные ценности навеянные западом у нынешней молодежи. А вот какие ценности навеял запад? Какие? Расскажите мне, что он навеял? У нас в основном, вот я не знаю, что у меня, потому что я... если на меня чем-то веяли советским, то я отвеивалась в ответ. Ну, я действительно в школе учился во время оттепели, когда такое время нестабильное, когда учителя сами не знают степень дозволенности, чтобы засирать нам мозги, поэтому можно было сопротивляться. в 70-е уже сильно не сопротивляешься, а в 60-е можно было сопротивляться, что мы и делали. Чем-то это напоминало вот эту свободу конца 80-х, хотя конец 80-х был гораздо свободнее. Но то, что они пытались сделать, то есть там был в моем... в мое время и в 70-е, я помню, когда мои дети росли, продолжался, какой-то бессмысленный культ смерти. Школа создавала культ смерти. Ты должен был все время петь про гибель, там скакал-скакал, и вот ты же погиб. Зарубили мальчонку, потом, ну, как-то там повесили, сожгли. Короче говоря, за что ни возьмешь, дети нервные, они, конечно, вырастали неврастениками, а кто был достаточно крепок психикой, вырастал циниками, чтобы от этого спастись. И вот я помню, что когда пошли какие-то вот эти облегчения такие, уже можно было учителям говорить, что я не позволю свое ребенка мучить тем-то этим, какие-то вот эти 80-е пошли свободы, я сказала, приходила в школу, сказала учительнице, что хорошо, первым делом выкинуть все эти самые принудительные пения, радости погибнуть. Вот. И на меня, конечно, они посмотрели как на врага. И, соответственно, какой-то отец, который пришел со своим ребенком, он тоже на меня посмотрел как на врага и выражался, что это вот наша история, наше то-се. То есть у нас истории созидания, они не понимали, что что-то добились, что-то построили. Нет, вот погибли. Вот погибли. Русский человек любит так погибнуть. Не поняла? А чего? Мимо микрофона говорю? Не поняла природу вашего конфликта. Повторите. Вот. Так что если... Вот то, что вот это навеивало, этот мрак и негатив, а в общем это... такая манипуляция сознанием, потому что отчетливо происходила, как я теперь понимаю, манипуляция сознанием. Здесь есть много вопросов про то, было ли что-нибудь хорошее. Да все было хорошо. В смысле того, вот несмотря на то, несмотря на все то, о чем сейчас говорили, были ли какие-то вещи, за которые вы, лично вы и ваша компания, гордились страной в тот момент? Страной нет никогда. Я люблю страну, понимаете, это очень странно. И чем дальше, если эту мысль продумывать, то ответ на вопрос отодвигается все дальше. Но если в ней все так ужасно, чего ж ты ее вот любишь? Ну вот я ее люблю, вот, ну. Мне кажется, что она простегана хорошими разными возможностями, какими-то вещами хорошими она простегана, несмотря на вот такой, на государственный кошмар, на то, что народ смотрит на соседа мрачно, не любит его, не любит чужого успеха, не уважает личность ни в ком, идет по головам. И несмотря вот на это, вот рядом с этим существуют замечательные люди, существует бескорыстие, существует жалость, жалость там к павшим, жалость к согрешившим. От государства мы этого не видим, а от людей мы это видим. И государство не может перевоспитать. Вот не может перевоспитать. Количество людей, которые охотно совершают зло и прям испытывают радость от этого, тоже поражает. Но ты никогда не один этим поражен. Ты всегда, вокруг тебя, вот как ни оглянешься, всегда много хороших людей, которые тоже поражены тем, что зло так нагло торжествует. Понимаете? Вот это все перемешано невероятно, не смешивается, как вода с маслом, вот эти две вещи среди одного народа. Это поразительно. Юмор есть в нашем народе. Расскажите любимый советский анекдот. Любимый советский анекдот? Так не изображу сейчас. Я, может быть, в этом вспомнил. У меня очень плохая память на анекдоты, а ведь есть любимейшие. Нет, так вот сходу не скажу. Вот не знаю, на какую тему, но расскажу такую вещь. Как полезно бывает... Да, какое самое великое произведение русской литературы? Какое? Почему? Первое, чтобы что угодно. А, нет, первое не надо. Вот самое основополагающее произведение русской литературы. Основополагающее. Кто объясняет... Не то, что объясняет. Ну, а на Корейный или Войной мир? Мёртвые души. Близко. Преступление. Не, преступление. Ревизор, конечно. Ревизор. Вот там всё. Ей-богу, мёртвые души, они тоже ревизор своего рода. Ну, просто это поэма, и это всё гораздо более пространно. А вот так вот в краткой форме это, конечно, ревизор. Там такие поразительные вещи сошлись. А самое главное поразительное, что вот 200 лет, да, уже почти. И абсолютно ничего не изменилось. Абсолютно ничего не изменилось. И, соответственно, ситуация с ревизором её же можно разбирать во все стороны. И как бы занимать любую роль. И выбирать себе любую роль. И если ты попадаешь в ситуацию вот этого губернского города и видишь, что здесь происходит чёрт знает что, то у тебя есть единственный выход с тем, чтобы тебя оно не съело и не поглотило. Ты должен становиться ревизором. И это всегда выход из ситуации. И всегда бывает немножко неудобно. Думаешь, ну что ж такое, опять не изменилось. Там привожу пример. Такой, ну, простой пример, который, возможно, многие и сами. У них есть опыт такого обращения. Еду с детьми на юг. Там, в Одессу. Дикая жара. Значит, в вагоне нет простыней. Ну как, вот без простыней на каких-то засранных матрасах неизвестных сутки спать с детьми, с малыми. Еду к проводнику, говорю, простыней-то нет, почему? А, ну нет простыней, вот и нету. Ну поспите, женщина без простыней. Я говорю, нет, женщина поспит на простынях. А вы пойдёте и сейчас их достать. Ну не знаю, нет у меня для вас простыней. Я говорю, билет, между прочим, сумму билетов входит, простыней, все такое прочее. Ничего не знаю, женщина, отслеживайтесь. Я говорю, значит так, мне сюда начальника поезда быстро, сразу. И смотрю нехорошим взглядом. Что-то у него перещелкнуло в голове, в глазах. Думает, что она так разговаривает. Наверное, думает он. Сейчас подойдёт к вам начальник поезда. Подходит начальник поезда. Значит, я ему говорю, как уже генерал генералу. Я говорю, понимаете, ситуация какая-то немножко неловкая для вас здесь складывается. Я работник Министерства жизнедорожного транспорта. Еду в отпуск. И похоже, что мой отпуск будет сильно испорчен этим инцидентом неприятным. Давайте подумаем, как сделать, чтобы я хорошо отдохнула и, вернувшись домой, не поставила это дело на контроль. Тут же быстро побежали и просто не принесли. Не знаю, где они взяли, не знали, из-под каких людей они вытрали, но они принесли. Я думаю... Николай Васильевич, спасибо. А другой случай, который... Вот я, как сказать, даже не знала. Сейчас думаю, сделаю я это, но не знала, получится или не получится. Значит, история такая. Стою в очереди в сберкассу, ну, свои 15 человек, оплата квартиры. Советское время, район Медведково. Вокруг все мрачно, и сумерки какие-то, и стоят усталые женщины, и медленно, значит, движется эта очередь, и отвратительно медленно работает тетка-кассирша и на всех кричит. Ну, кричит, но, тем не менее, значит, они оплачивают и все. И так уже ноги прям болят стоять. И вот я вижу, где-то, значит, там за несколько человек до меня на какую-то женщину она особо начинает кричать. Я нас прислушиваюсь. Она говорит, что мне копейки сюда свои суете? Что я буду считать, тут мелочь ваша? Уходите, несите мне рубли нормальные, бумажные. Так говорит, ну, понимаете, у меня нету, но нам выдали на работе. А действительно были такие случаи, когда вдруг выдавали мелочи в зарплату. Я не знаю почему. Вот так вот дали мелочи и все. Нам выдали вот так вот мелочи. Идите меняйте, где хотите, не буду я с вами разговаривать. Где она поменяет? И никто эти копейки на рубли не поменяет. Она единство может заплатить им. И, суки, эти бабы в очереди, которые сами тоже устали, у них ноги тоже болят, они тоже полтора часа, они, значит, женщина, да, сказали вам, идите отсюда, не задерживайте. И я думаю, господи, несчастная баба, вот меня бы так выгнали сейчас, да? Я свои полтора часа отстояла, и, значит, мне еще покупать продукты, мне еще к детям. И она стоит с этими своими копейками, и сейчас ее погонят, она сейчас уйдет. Так, я думаю, так, включаем. И говорю, это кто тут нашу советскую копейку отрицает? Она с гербом нашего государства с таким мерзким голосом сказала, партийным. И все так, о! И смотрит на меня, как на сволочь, а я действительно сволочь. Взяли у нее деньги, все эти копейки, двушки, все взяли, все нормально. И она быстро ушла, тоже на меня не оборачиваясь, потому что какой-то кошмар, кошмар какой-то. Николай Васильевич. А, хороший вопрос. Расскажите, пожалуйста, что у вас осталось от того времени? Одежда, техника, мебель, посуда. Так. Вот недавно, вот недавно совсем, выкинула я, купленный в 1975 году, молоток для отбивания мяса. Значит, я даже жалею, что я выкинула. Но невозможно уже было. Значит, я его выкинула, потому что он был сделан так. Он был, ну вот какой-то, у него там одна страна такая в пупырышек, а другая гладкая. И была ручка, значит, деревянная. И сверху на ручке гвоздем он был прибит. Он так и продавался. Я им сегодня несколько раз в жизни пользовалась, потому что не могу сказать, что в советское время было много того мяса, которое стоило бы отбивать. Все в основном делали котлеты. Одежды, конечно, никакой нет. Это невозможно. У меня другая одежда осталась. Вот была такая интересная выставка была в свое время, выставка нижнего белья. Она была в Питере, не знаю, была ли она в Москве. Ну, она такая концептуальная. Но там показывалось женское нижнее белье, которое, значит, вот каждое десятилетие это отличалось своим бельем. Самые страшные были, конечно, какие-то 60-е, 50-е, по-моему, 60-е. Это такие байковые штаны женские, теплые такие, толстые, до колена. Вот тут резинка. Стыдно было в них вообще не то, чтобы появиться. Даже мысль о том, что надето под одеждой. И вот меня поразило на этой выставке, что, оказывается, в 20-е годы в Советском Союзе производили очень красивое тонкое белье. В частности, то, что потом стало называться комбинацией. Такие рубашечки батистовые. Они очень простые, две лямочки, какое-то белое такое полотно. И вот тут на груди обязательно кружавчиком вышитый треугольник. Кружавчики не вшитые синтетические, а какие-то натуральные. И мы с мамой ходили на эту выставку. И я маме говорю, смотри, как красиво. Мама говорит, слушай, а у меня такие остались. И когда мы вернулись домой, она из сундука достала. Ей было 12 лет, когда носила эти рубашечки. Они как-то так у нее и скранились. С 29-го года у меня есть три такие рубашечки. Их даже надеть можно. Ну, это совершенно музейный предмет. И я его как бы там выстирала, отбелила. И, значит, держу. Не знаю, что с ним делать. Потому что это совершеннонейший музей. Прелестная вещь. Так что это меня поразило. Мы ничего не знаем про те годы, когда мы совсем не жили. Я не представляла, что в 20-е годы это могло существовать. Купленное вот в России. Значит, как-то оно было. А от моего детства нет, не осталось. Ну, мебель, конечно, осталась вот в нашей семье, но она не у меня. У нас много народу, и каждому что-то такое досталось. Посуда, ну, просуществовала, конечно. Хорошая посуда. Мало билось, ее доставали по праздникам. А плохая посуда как-то и побилось, и разошлась. Ее было не жалко. Нет, одежды совершенно нет. А техника, техника это уже тоже антиквариат совершенно. Я боюсь, что у меня не осталось ничего. У меня из последнего было, но неизвестно куда делось. Для показа диапозитивов вот такой прибор. Детям показывают диапозитивы. Проигрыватель. Не проигрыватель. Это продергивалась лента. Для диафильмов. Да, как он назывался? Диаскоп. А сам из дат? А сам из дата мы дома не держали, потому что боялись. Мы читали и быстро кому-то отправляли дальше. Ну, фотокопии были, конечно, какие-то. Были какие-то люди, которые не боялись. И была возможность взять. Но ты никогда не знал. Дело в том, что с сам из датом была хитрость. Ты не мог человека попросить дать тебе сам из дата. А если человек тебе предлагал сам из дата, он был подозрительный. У нас была в этом смысле паранойя. Но у многих она была обоснованной. То есть, если ты как-то узнавал и тоже хотел почитать, это была большая проблема. Ну, на доверие. Потому что вокруг нас были стукачи. Я знаю, кто у нас был стукач. И в дом ходил стукач. И мне папа сказал, что вот этот стукач. Я говорю, а почему ты его в дом пускаешь? Папа говорит, так я знаю, что он стукач. А если я его удалю, то я не буду знать. Еще кто-то со мной зазнакомится, захочет в дом заходить. А кто он будет? Это была серьезная проблема. Но об этом, да. Я об этом знаю меньше, чем другие. Потому что люди про это книг писали. И своей жизнью и свободой рисковали. А мы особенно не рисковали. Несколько вопросов про самую читающую страну в мире. То есть это такое представление, что тогда читали очень-очень много, а сейчас читают очень-очень мало. Так, хорошо. Значит, это вопрос сложный. Потому что, во-первых, чтение как некое занятие для глаз. Что-то вот через глаза информация как-то сюда поступает. В кору головного мозга. Сейчас она тоже есть, просто она переместилась на другие носители. Не из книг это идет, а из интернета, телевизора, компьютерных игр, к примеру. Разошлись по интересам. Это первое. Второе. Допустим, даже читали классику много. Допустим, читали, что называется, хорошие авторы, классики. Что из этого вычитывали? Этот же вопрос никто специально не задавал. Это же не выяснилось. Вот читает человек, ну, хоть тоже Анну Карейну. Что у него вычитывается, что остается в голове? Он как это понимает? Существует узкий круг людей, я не знаю, сколько их, но вот сейчас, например, ни одна книга больше, хорошая книга, тиражом больше, чем 3000 экземпляров не выпускается. Редко четыре. Вот, предположительно, это тот круг, который читают сознательно и критично, и понимают, что они читают. Но это те, кто хочет приобрести книгу, потому что остальные находят способы почитать мимо бумажной книги. Но при чувство художественного, я не могу сказать, насколько все эти люди отличаются чувством художественного. Люди, у них есть социальная потребность, у них есть информативная потребность, или информационная, как сказать. Но то, чтобы у них была художественная потребность, эстетическая, я не знаю, я даже не знаю, как проводить этот, скажем, опрос и получать от этого какой-то значимый результат. Потому что, понимаете, социологи, которые могли бы эти вопросы задавать, у них-то нет художественного представления, как правило. Они не на этой поляне сидят. Они сидят на другое, что на поляне. Как узнать, как обсчитать, что из этого сделать, вывод. Но они же не могут эстетическое, они не могут быть носителями эстетического. Поэтому замерить это невозможно. Или я не знаю, как это замерять. Я в своем ЖЖ как-то спросила читателя, у меня же там, предположительно, 20 тысяч читателей, ну или френдов, ну, которые меня за френдили. Значит, довольно большой, там есть, конечно, такие, там, понимаете, Пашка-какашка какой-то, за френдит тебя. Ну, вряд ли это, собеседник такой, долгими зимними вечерами я вряд ли буду с Пашкой-какашкой разговаривать. Ну, кто-то же есть. И вот я спросила, как бы, да, закинула не вот, а Синее море, вы кто, что читаете, какие у вас три любимых там, не знаю, поэты, писателей. И народ стал отвечать. Я даже пыталась, много народу очень ответили, пыталась составить какой-то портрет такой средний. Но бросила это, потому что мне показалось, что это не характерные, то есть мне так, я не вижу картину, которую читают люди, я вижу картину их ответов, как они считают нужным ответить. Вот у них все эти поэты, там, не знаю, Ахматова, Маяковский, Есенин. Ну, вот что-то я вот не верю, понимаете. А художники Дали, Мане, ну, Матис. То есть такой бедный мир. Вот дальше импрессионистов они не знают. Ну, а вы как бы ответили на оба вопроса? Я не знаю, я бы думала всячески, вообще, я бы порушила шаблон. Несколько человек это сделали, конечно. Я бы не отвечала вот так вот, прям три. Я бы как-то с другой стороны зашла. Понимаете, вот прямой ответ на прямо заданные вопросы тоже некоторый показатель. Я хочу сказать, что люди, неизвестно, как люди читают, неизвестно, что они из этого берут, неизвестно, что они вычитывают. Поэтому вот это самая читающая страна, но самая водящая глазами по строчкам, например. Научиться можно, если есть потребность, а кто мешает? Это вообще не... Как говорил про Топопова Кум, про ангела, нигде ему не загорожено. Он всюду ходит. Дух веет, где хочет. Меня никто не учил читать. Может быть, не знаю. Но просто я хочу сказать, что ситуация не так выглядит, что в Советском Союзе все были наделены этим талантом, а потом вдруг раз, и он искудел. Нет. Люди чего-то хотели, какого-то развлечения. Вот не тупой конвейерной работы, а еще чего-то, правда? И одни читали, а другие играли в шахматы, а третьи мечтали, а четвертый смотрели телевизор. Сейчас телевизора стало больше, он довольно глупый, поверхностный, но вот есть люди, которые хотят, чтобы телевизор все время что-то их развлекал. Я не могу ответить на этот вопрос? Да, да, конечно, ответьте. Я, Виктория, подбросил тебе бочку, подбросить немножечко ложечку хотя бы меду. Все было. Безусловно, все было. Но надо понимать, что было и то, было и другое. И на целину мы ездили, никто нас не загонял туда. А мы ездили, рвались туда. И втроем, я и две девочки, так, за 4 часа бросали лопаточками 20 тонн зерна. Так, две минуты работаешь, минуты отдыхаешь и так далее. Все это было. Так, что теперь конкретно просто я хочу сказать по поводу того, что понимали. Я могу сказать так, что в девятом классе учитель русской литературы, земский, дал нам задание. Целый к нам давал, каждый раз давал нам список. И за год я прочитал 90 примерно книг. Причем имейте в виду «Бруски», «Война и мир» 4 тома. Это все считалось за одну книгу. А брошюрочки, они просто не считались. Мы писали эти сочинения. Это не в Москве, это далеко, в Ферганской долине. Может быть, знаете песню «На манганские яблоки»? Вот в городе на Мангане. Из 43-х человек нашего выпуска, два класса, только три не поступили в самые престижные вузы Москвы. Когда я поступал в военно-морское училище, нам давали 12 вариантов по три темы. И у меня обязательно хотя бы одно сочинение в каждом из этих вариантов было уже написано за последние три года. Понимаете, в чем дело? Да, просто жили по-другому. И если говорить о страхах, о том, что культ смерти и так далее, то я думаю, что сегодня в тысячу раз больше этот культ выливается на каждого человека из одного даже телевизора. Вот, поэтому понимали, понимали. Везде разные школы, везде разные преподаватели. Но, тем не менее, мы читали и мы это понимали. Более того, я могу сказать так, что я воспитывался улицей и книгами. И вот я, как себе представлял, должен вести себя мужчина, допустим, по отношению к женщине, я себя таким воспитал. И воспитала меня, вот я сказал, в этом отношении книга. И мы дрались, мы хулиганили, но было очень четко. Двое на одного нет. Если дерутся, то до первой крови и так далее. Лежачего не бьют. А что сегодня? Сегодня наоборот. Поэтому задача наша сегодня, как мне кажется, надо все-таки немножечко остановиться, взглянуть на себя со стороны и подумать, а в ту ли сторону мы идем? А что нам надо сделать для того, чтобы оставаться во всех случаях, при всяком стечении обстоятельств, прежде всего, человеком? Ну, извините, что то, что нет. Спасибо. Тут много чего можно на это прекрасное выступление сказать, но я чуточку в сторону скажу. Вот есть такое понятие сенсорная депривация. Вот такой эксперимент делают. Я не знаю, у нас это тоже есть. Вы, я забыл, можно в интернете набрать сенсорную депривацию, это увидите. Это такие, значит, где-то на Западе придумали. Вы приходите в помещение, вас кладут в ванну с нейтральной температурой воды, полная темнота, по-моему, даже в ванне там какой-то соленый раствор, чтобы, значит, ваше тело, значит, не, ну, меньше чувствовало вес. И вы укладываете в эту ванну, свет выключается, час вы проводите в полной темноте. Вот я все мечтаю туда пойти, все, руки не доходят, ноги не доходят. Но говорят, что там минут через 20 совершенно изменяется восприятие мира. То есть вы, у вас отключается, там настоящая сенсорная депривация, все чувства у вас отключаются. И у вас только, значит, вот ваш мозг, ваша фантазия, ваше вдруг работающее какое-то воображение, там, не знаю, подсознание, что там вылезает. Короче говоря, всякие удивительные с вами происходят вещи. Это не страшно, а это, ну, открывает какие-то, вот, внутри вас пути, вообще вы становитесь более креативными, как сейчас неприятно выражаются. Вот. И вот такой эксперимент, я думаю, каждому стоит пройти, потому что безобидные вещи почему бы на себе не попробовать. А я говорю про сенсорную депривацию, потому что, как это ни странно, но вот в советское время была довольно сильная сенсорная депривация по многим направлениям. Например, вот эти книги, которые, вы говорите, вот люди читали, да, люди читали в Москве, когда достать могли, но, в принципе, книг-то не было. То есть хороших книг не было, такая дрянь была. Была очень большая потребность в книгах хороших, но их нигде было не достать. Вот моя книжка первая вышла вообще в 87-м году. И весь тираж, тираж был большой, еще советские большие тиражи, но его нельзя было купить, там было 50 тысяч тираж. Его весь тираж отправили в Среднеазиатские республики, а в Среднеазиатские республики они там и осели. Вот были специальные люди, которые ездили, значит, с колбасой в Среднеазиатской республике, значит, колбасу продавали, книги покупали, привозили сюда, на это спекулировали и жили. И мы оттуда сами доставали книги, которые все отправлялись туда, где люди их не читают. Книги издавались и отправлялись, издавались и отправлялись. И достать книгу можно было только за большую цену, с наценкой, поэтому существовали спекулянты книжные. Ну да, в библиотеке, я представляю себя, как хорошие пионеры пошли, сели в библиотеку, читают. В библиотеке все взято было уже, хорошую книгу, вы не возьмете библиотеку, она уже взята. Нет, существовала спекуляция, да, можно было, конечно, жить так по-бедному с библиотекой, но хотелось книгу сейчас, а не когда десятый до тебя прочитает, и тебе достанется уже все это очень потрепанно. И сейчас есть библиотеки, между прочим. У нас, к сожалению, заканчивается время, есть несколько вопросов, на которые мы еще успеваем ответить. Вот, мне кажется, важный вопрос. Они все такие разные, что я не знаю, просто стоит ли на некоторые начинать отвечать. Вот на этот стоит. «Нравится ли вам жить в современной России, где вы хотели бы жить?» Нет, мне не нравится жить в современной России, но это не значит, что я хотела бы жить где-то в другом месте. Я 10 лет жила в Америке и предпочла там не жить. Почему вы вернулись здесь, есть такой вопрос? Ну, мне там чужое все, мне там не очень… Там очень много вещей, которые лучше, чем здесь, но это чужая страна. Ну, что вы жить в чужой стране, разговаривать на чужом языке с чужими людьми? Мне здесь все гораздо понятнее. А то, что мне жизнь здесь там удобна или нравится? Ну, нет, не очень удобна. Нет, мне многое не нравится, но как бы я… Я среди своих, а там я не была среди своих. Буду ли я писать воспоминания о старших и родных? Да, я пытаюсь с этим что-то сделать, и может быть из этого что-то получится. У меня не… Одно дело воспоминания, что ты сам помнишь, а другое дело, что это надо восстанавливать по каким-то еще воспоминаниям третьих людей, что очень непросто, потому что я совсем не все помню. Я Лозинских вот совсем не помню, потому что они оба, и дед, и бабушка умерли, когда мне было 4 года. Так. По каким вещам в СССР вы скучаете больше всего? Ни по каким. Нет, ну, пожалуй, например, я бы хотела, чтобы поливальные машины шли и поливали улицы, и чтобы было чисто. Потом, я совершенно не скучаю, потому что это все вот уже, наверное, лет 600 в России. Идет дурак, дворник, и сухой метлой, сделанной из обглоданной вербы, сухой метлой, метет окурки, плевки и прочие туберкулезные, то самое, прах, который поднимается вверх и избивает меня ноздри. Он зачем метет? Он почему метет вот обгрызанной метлой, когда существуют уже тысячи мини-приборов, которые это все убирают? И почему это должно быть по суху? Проще вообще ничего не делать. Это же, как бы, он вред наносит. Он поднимает в воздух то, что должно осесть. Понимаете? Это антисанитарно, в конце концов. Здесь про то, что разными были советские чиновники. Сейчас еще пример. Позитивный пример. Позитивный пример чиновника? Что? Что? У меня свекор был, он не был чиновником, но он был совершенно замечательным человеком. Он был генералом, и он отличался от всего генералитета резко в несколько интересных сторон. Например, у него, он никогда не покупал ничего в распределителе, потому что ему было западло. И детям не давал. Дети, конечно, возмущались, но он не давал, нечего. Человек прошел всю войну, так что он не такой, не кабинетный. Он отказывался писать открытки своему начальнику, там, 8 марта и 23 февраля. Говорил, начальник, меня не устраивает, я не буду его поздравлять, это все фальшь и ложь. У него не было своей машины. У него была официальная машина, и он, только когда у меня родились маленькие дети, он стал, скрипя сердце, давать ее, чтобы куда-то их отвезти. Чтобы я их не тащила за две руки на метро, потом на автобусе от ВДНХ в Медведково. И каждый раз просто видывалось, что он тяжело переживает, что он пользуется машиной вот этой, ну, официальной, служебной, да. Больше никто не переживал абсолютно, а он переживал. Этот самый шофер, он должен был, ну, теоретически, пока генерал на работе, стоять в гараже, но он по Москве ездил, бомбил, что называется, подвозил народ. Мы знаем, потому что нечаянно он нас подвез, остановился, а-а-а, здрасте, ой, вы только Валентин Яковичу не говорите, давай, ладно, езжи. Вот, так что наш генерал единственное, кому это не нравилось. И потом самое смешное, у него не было ничего, 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 и, в частности, у него не было дачи. И, значит, в общем, было смешно, на него, на службе написали донос, на всех пишут доносы. Значит, донос заключался в том, что он свою дачу построил из ворованных материалов, а дачи не было. То есть это был в чистом виде конструкт такой, но должен быть, раз генерал, значит, читай дача, раз дача, значит, материалы, если материалы, значит, ворованные. Вот они сделали, а у него этого не было, это было очень смешно. Вот он был человек абсолютно, вот, стопроцентно, кристально честный и позитивный. Ему очень не нравилась ситуация в стране. Так, у вас не устраивалась ситуация в жилищной сфере? Конечно, меня не устраивалась ситуация в жилищной сфере. Да. Что, на ваш взгляд, произошло позитивного в этом опорте после 91-го года? Появление бездомных, гибель пенсионеров. Ну, да, понятно, так. Отсутствие возможности получить жилье, перманентный рост тарифов в ЖКХ. Так, ну, хорошо. Здесь, как всегда, смешиваются две вещи. Как всегда. Значит, одно – это экономические законы, экономический строй, который может, вот, не пропускать никакое движение живое. Это вот называется социализм, особенно социализм советского образца. Ну, в общем, это не социализм даже, но это вот тот строй, который у нас назывался социализм. Вот этот советский строй, он удушает любое движение. И строй, который у нас сейчас такой, как бы капиталистический установился, он никакое движение в этом смысле, как экономическая система не удушает, удушает, но наложенный на невероятное фантастическое воровство и полную беззаконность, вообще отсутствие какой бы то ни было законности, которую мы все прекрасно видим и знаем, вот оно дает ужасный этот результат, который мы вот все и видим. Что касается появления бездомных, гибель пенсионеров, давайте не будем это приписывать теперешнему строю, и можно приписывать вот тому, который сейчас, в котором мы живем, в 2012 году. Сюда мы припишем бесконтрольный рост тарифов ЖКХ, безусловно. Сюда мы припишем, значит, массовое это воровство чиновников всех уровней, безусловно. Мы сюда припишем 50-процентные откаты, безусловно. Но то, что касается вот бомжей и пенсионеров, начало 90-х, это не чей строй. Это то ужасное время, оно могло бы сложиться, возможно, иначе, но не сложилось иначе. Когда вот тот ужасный советский строй стал переломываться и превращаться в то, что мы имеем сейчас, относительное благополучие по большим городам. Но все-таки какой-то рост. Я вообще удивляюсь, что это благополучие и есть. Могло все быть гораздо хуже. Когда вот, говорят, пытаются уже имеющейся власти и имеющимся персоналием приписать там ужас, скажем, бандитизм начала 90-х, эти бандиты, это советские дети, пионеры, Артек, все те, которых любители Советского Союза так хотят считать прекрасными, солнечно-глазыми и милыми вихрастами мальчишками. Вот из них выросли бандиты. Они выросли не из тех, которые сейчас, а из тех, которые тогда, которые пели песню про Орленка, про какого-то погибшего комиссара. Вот они выросли из них. Они выросли из ужасных советских лет. Они уже просто были готовы, как на блюдечке. Только 90-е начались. Вот они, пожалуйста, все. Поэтому валить все в одну кучу, повторяю, если хочется желчь погонять, можем пойти, ну не знаю, в Кегельбан. Тем более, что раньше Кегельбанов не было, а теперь есть. Очень можно хорошо развести пивасико, чипсы и вот эти шары погонять. А просто еще и еще раз валить все в одну кучу, это все же показывает, понимаете, какие-то нарушения мыслительных процессов. Мыслительный процесс, он должен быть разделен на какие-то стадии. Давайте еще два вопроса. Первый таков. Кто придумал 60-е? Кто придумал 60-е, такими, какими их знаем мы? В скобках, молодежь. Есть версия, что это Геннадий Шпаликов, сценарист фильма «Я шагаю по Москве». Это как с вопросом о том, что читать и что понимать. Потому что я не знаю, что вы понимаете под 60-ми. И я не могу сказать, что надо понимать под 60-ми. Я не могу сформулировать образ 60-х, потому что он одним фильмом «Я шагаю по Москве» не формулируется, хотя он какую-то атмосферу очень хорошо отражает, как мне кажется. Ну, Шпаликов просто гениальный сценарист, совсем прекрасный. Но там было много всякого. Можно было делать другие картины и другие образы. Я бы не сказал даже, что это образ 60-х. Я так о фильме «Я шагаю по Москве» не думала. Он просто прекрасный. Он о молодости. Он о Москве. Он о том, что все впереди. И он какой-то, он о свободе какой-то. Он о том, что вот этот возраст, еще ничего не понятно. И вообще, все будет еще впереди лежит. Над лодкой белый парус распущу, еще не знаю с кем. Это про свободу, молодость и обещания. Это не про 60-е. Но если 60-е – это свобода, молодость и обещания, то тогда да. Понимаете, в 70-е невозможно, наверное, был такой фильм. Потому что в 70-е ощущались, как душная комната, где окна, двери закрыты, и так немножко жарко. И ничего хорошего не будет. И хорошего фильма уже не покажут. Там не было ощущения молодости и обещания, и свободы. Не было. А в 80-е, в конце 80-х, это опять появилось. Это было страшно веселое время, когда вот действительно молодость у кого-то, может быть, и ушла. Но обещания были. То, что они не состоялись, никакие обещания не состоятся. Но то, что они у нас были, по-моему, это совершенно замечательно. И надо в судьбе, Господу Богу, быть за это благодарным. И даже Михаила Сергеевича Горбачева, хотя он все делал, чтобы это остановить, но не вышло. Все это выпустилось. И свобода была прекрасна. А какими, как вам кажется, могут быть десятые? Эти десятые? Ну, будет интересно. Мне кажется, застойными они не будут. Посмотрите на основную тенденцию последнего года. Люди хотят, чтобы с ними считались, как с личностями. Достоинство личности вдруг стало котироваться, пускай сначала в очень небольших кругах, но по всей стране. Понимаете? Вот это, в общем-то... Это совок уходит или что? Нет. И вообще нет отношения к нашему всему разговору? Вот попытка установить всеобщее счастье и свободу, а всякая революция или всякая перемена, или всякий переворот, он, в общем, про это. Это всегда такая идея за этим стоит. А вот теперь мы все будем дружные, счастливые, свободные, справедливые, трудиться рука об руку и хохотать после работы. Вот это все. Никто не будет. Это не будет. Но вот этот порыв обязательно должен быть. Человеку должно быть 17 лет, раз в жизни. Это потом он будет там харкать, плевать и шаркать ногами, правильно? И забывать с утра волосы расчесать. Это все придет. А в молодости это все совершенно прекрасно. Так вот, не вышло ни разу из ни одного переворота не вышло ничего хорошего, но сейчас, похоже, такие вот идут времена, когда люди стали понимать, что никакие наши действия немедленного счастья и справедливости не обещают. Понимаете? Потому что в 91-м году правда, правда, вот образ такой был. Все, мы победили, Ельцин на танке, и, значит, теперь все будет прекрасно. Заплачем же и обнимемся. Теперь мы не заплачем и не обнимемся. Но какие-то есть вещи, есть какой-то уровень, ниже которого мы уже падать не хотим. Мы хотим, чтобы наше внутреннее достоинство, мы его как-то начали осознавать. Мы не быдло, нас уже нельзя вот так вот гнать целыми стадами. Вот то, что это появилось всюду осознание, пусть это в каждом году делают несколько тысяч человек. В 91-м были другие ощущения. Да. Оказалось, что вот, я не знаю, как выглядела там революция 17-го года, думаю, она выглядела ужасно, а некоторые говорят, что вообще не заметили никто, народ пошел в театр, а вернулся уже все. Мы не знаем, как это было. Ее потом нам описывали. Но вот этот образ, сбросили старый строй, наконец, ура, все теперь свободны. Ну, февральскую возьмите, там февральскую, значит, как бы народ был больше возбужден. Хотя тут же стали стрелять, но тем не менее, казалось, все, это самое царство рухнуло, мы свободны, ура, товарищи, демократия, товарищи. Вот, значит, это все в 91-м году немножко так вот тоже было. А сейчас никакой демократии, товарищи, нет. Но сквозь эту вот недемократию и чудовищное отсутствие законности все равно в людях какое-то прорастает, не правда ли, самоуважение и готовность уважать личность в другом человеке. Это вообще в России нечастая вещь. Нечастая. И то, что сейчас есть возможность, наверное, настаивать на таком, на такой позиции, мне кажется, это очень важно. И мне кажется, например, вот вся эта астраханская история, которая сейчас происходит, я не знаю, чем там дело кончится, не дай бог там кто-то умрет. Но мне кажется, что это еще одна стадия, еще одна стадия попытки отстоять вообще говоря, человеческое достоинство. То есть уже вот так издеваться над здравым смыслом многие не хотят позволить. Спасибо. Я думаю, что на этом можно заканчить. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ